Падение на скорости взлёта. В Самаре впервые прошёл отборочный тур чемпионата России по мото-гонкам на льду. Установили своеобразный рекорд для стадиона «Динамо». По количеству зрителей и болельщики приехали со всей страны. За чудесами на ледовых виражах наблюдал и Виталий Рылеев. Температура минус 6, лёд мягкий, для шипов мотоциклов самый подходящий. На первых заездах, как правило, никто не падает, ведь лёд ещё свежий. Но ошибка гонщика Дмитрия Лишиева из города Учалы-Башкирии едва не вывела обоих из дальнейшей борьбы. На вираже он въехал в колесо лидера. В результате оба улетели в мягкий брусвер. Однако всё обошлось, и через пару минут гонка возобновилась. Третий сезон на стадионе «Динамо» проводятся мотогонки по льду. В этом году Самаре доверили провести отборочные этапы чемпионата России. Цели были поставлены, мы их выполняем. Практически достаточно нам сейчас выиграть заезд ещё. Мы победители уже практически чемпионата. Выходим в Суперлигу. В поворотство в командном первенстве приехали 7 мотоклубов из разных регионов России. А вместе с ними и болельщики. Самая представительная группа была из Новосибирска. Почти 50 человек заняли трибуны стадиона «Динамо». За ребят поболеть. Приятно будет, если наши победят. Ну, даже если не победят, всё равно всех поддержать остальных. А все болельщики из Новосибирска, которые приехали? Все болельщики из Новосибирска. Целый вагон ехал. Да? Да, собирались, готовились. Ну, настроение хорошее, будем поддерживать. Уверены выступали самарские гонщики. Однако в заключительном заезде, где рычала судьба первого места, нашим болельщикам вновь пришлось поволноваться. На последнем круге из седла мотоцикла буквально выкинуло Василия Косова. Около трёх минут поднимался спортсмен. В повторном заезде его брат Евгений Косов всё же вырвал победу у новосибирских гонщиков. В результате команда из Самары «Рейсинг Тим» заняла первое место. Виталий Рылеев, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии.